Здравствуйте, дорогие зрители! В сегодняшнем выпуске 3D News Daily мы, как обычно, поделимся с вами тройкой интересных новостей из мира высоких технологий. Согласно договору с Microsoft до конца этого года, Nokia не имеет права использовать свое имя на смартфонах. Но это не значит, что финны бездействуют в ожидании истечения срока. В сети уже появились снимки аппарата под названием C1. Он работает на Android Marshmallow и оснащается процессором семейства Intel Atom. По части экрана никаких откровений, диагональ 5 дюймов, разрешение 1080p. Каких-то особых изысков не наблюдается, ни сканер отпечатков пальцев, ни продвинутых камер. Судя по всему, с этим устройством Nokia ориентируется на средний ценовой диапазон. C1 будет производиться и распространяться лицензиатом, который приобретает права на дизайн и использование бренда у Nokia. В общем, схема точно такая же, как с недавним планшетом N1 и Foxconn. Возможно, в этот раз все будет точно так же, но подтверждения участия тайваньской компании в проекте пока нет. К Raspberry Pi через HDMI-разъем можно подключить любой монитор. Собственного экрана у микрокомпьютера еще не было, но теперь Raspberry Pi Foundation исправилась и выпустила в продажу соответствующее предложение. 7-дюймовый емкостный дисплей чувствует до 10 одновременных нажатий и отображает картинку в разрешении 800 на 480 точек. Есть два варианта подключения, либо через разъем GPIO, либо с помощью связки из микро-USB шлейфа, идущего к порту DSi. Сам микрокомпьютер можно прикрутить к его задней стороне, для чего предусмотрены соответствующие посадочные места. Вопрос в том, стоит ли платить за этот экран целых 48 фунтов, ведь за эти деньги можно приобрести какой-нибудь китайский планшет с дисплеем получше. Впрочем, всегда приятно иметь официальную альтернативу от создателей малинки, не правда ли? Нулевая гравитация не повод разбрызгивать дорогой виски по космическому кораблю. Так считает компания, выпускающая линейку Ballantines. Чтобы иметь возможность наслаждаться алкогольным напитком в условиях невесомости, шотландцы разработали специальный бокал. В финальном варианте конструкция, прошедшая несколько десятков итераций, выглядит так. На дне круглого бокала, изготовленного методом 3D-печати, расположена выпуклая стальная пластина со спиральным узором, покрытая розовым золотом. На ней создается поверхностное натяжение, что позволяет направлять виски в резервуар и дальше по каналу, проложенному по стенке бокала, а затем и к мунштуку. Вот так, не проливая ни капли, космические туристы будущего станут смаковать изысканные напитки. Кажется, до такого не додумался ни один писатель-фантаст. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok